Добро пожаловать обратно на канал, ребята. И если ты читал название, ты знаешь, что это произошло в некоторых эпизодах, и я был неправ. В поэто веке Рэнди действительно был в чем-то прав. Сегодня он наконец-то заставил меня сыграть весь путь для Секара. А теперь мы поговорим об этом сразу после этих слов наших спонсоров. О, у нас нет никаких спонсоров. Так, Рэнди, ты хочешь рассказать им, что такое Секроу? Так что, если ты не знаешь, что такое Секроу, очевидно, что это видеоигра, которая настолько правдива. Это всегда правда. Это всегда правда. Но Секроу сейчас потрясающая игра. Это было из мягкой игры, так что в ней действительно есть механика соулсборн. ММ, но это совершенно другое место. Это не какие-то темные души. Это не рожденные кровью. Это игра самураев. Вот каким должно было быть кредо убийцы, если бы оно развивалось правильно. Ты во втором ряду. Я имею в виду, ты больше похож на самурая, но ты убиваешь всех подряд, и все дело в смертельных ударах. И цикл игрового процесса просто чертовски забавен. И ты должен просто обязательно это проверить. Итак, учитывая все сказанное, я хочу знать, почему ты был неправ. Почему? Каково было твое первоначальное мнение, когда вышла первая игра? А почему это изменилось? Хорошо, я могу сделать это почти точно, потому что я действительно предварительно заказал эту игру, взял ее, играл в нее в первый день около двух часов, и я ее ненавидел. А потом, примерно через полгода, я взял ее в руки и играл в нее около пяти часов, и мне это не понравилось. А потом, знаешь что? Это случилось еще четыре или пять раз. Потому что Рэнди, с тех пор, как мы запустили этот канал, каждые пару недель говорит, знаешь, что мы должны делать? Игра в душе. О, я знаю. Давай делать это каждый раз, и я стараюсь. Я обещаю тебе, я пытался. И тут что-то щелкнуло. Я понятия не имею, почему. Я понятия не имею, как это сработало. Я перестал удерживать блок и просто начал раскачиваться. И это превратилось в одну из самых забавных игр, в которые я когда-либо играл. И дело не только в этом. Это глубоко и основано на сюжете. Я не ожидал, что меня будет интересовать эта история. Мне нравятся игры в душе. Я не фанат хардкорных душ. Ты самый хардкорный фанат Соулс в этой комнате. Но я играл в них всех. Да, мне очень нравится Бладбурн. На самом деле, мне нравится Бладбурн больше, чем игры Соулс. Но то, как они использовали знания, совершенно отличается от того, как это делает Сакура. Да, мне нравится, как есть реальная история. И ты узнаешь кусочки информации о себе и этой нации через воспоминания, которые ты играешь. И продолжая открывать разные костры, или как они называются, духовные вещи. Такие, как перемещение по уровням. Идол. Да, скульптурные идолы, продвигаясь в этом деле. Так что, как ты и сказал, это игра душ. Все еще есть этот хардкорный бой. Все еще есть приливы и отливы боевых действий, но они намного менее оборонительные и более наступательные. И это больше похоже на танец, чем на боевую арифметику. Это очень. Это отличный способ выразить это. Я не знаю, подходящее это слово или нет, но я собираюсь его использовать. Это чертовски ритмично. Тот, бой, как только ты вступаешь в него, ты начинаешь быть более агрессивным. И ты знаешь, когда прыгать, когда контратаковать, когда использовать свой настоящий блок в своем пэри, когда уклоняться. Да, и когда нужно просто начать раскачиваться. Это становится одним из самых забавных. Просто игровой процесс, просто реальный игровой процесс сражений, все что угодно, отворчание до, знаете ли, боев с боссами. Потому что в типичной манере Souls, самый маленький враг, может убить вас довольно легко. Ты не готов. В ту минуту, когда ты становишься слишком самоуверенным, ты умираешь. Итак, в общем, подведем итог, почему я был неправ. Я, честно говоря, думал, что это худшая из серии душа, а теперь это мое любимое. Прошло столько времени, сколько эта игра вышла, но буквально я играл в нее два дня назад, когда я ее выиграл, и я был такой. У меня был момент, когда я сказал, что это моя любимая игра в души. Это лучшая игра, в которую я играл в этом году. Значит, игра сделана в 2019 году. Значит, это лучшая игра, в которую ты играл в этом году. О, да. И я мог бы пойти дальше и сыграть в нее через пару дней. Просто чтобы я мог сказать, что это лучшая игра, в которую я играл в 2020 году. Это я. Я определенно ошибался. Я, мне совсем не понравилась эта игра. Я хочу сказать эту последнюю часть еще раз. Я не собираюсь этого делать. Я ошибся. Но вот оно что, Рэнди. Я признаю это. Хорошо, но это больше никогда не повторится. Так почему бы тебе не сказать мне, почему тебе нравится эта игра? Ну, я имею в виду, если ты пойдешь смотреть другие видео, ты уже знаешь, как можно увидеть скучную душу. Я бы не сказал, что это мое любимое. Это. Это трудно выбрать. Это все равно, что выбрать своего любимого ребенка. Ты понимаешь, о чем я говорю. Нет, у меня есть один. Ты пытаешься сказать, что он действительно хотел поиграть в эту игру, потому что видел, как я в нее играю. Он знал, что это потрясающая игра, потому что это. Из мягкой игры, так что да. Очевидно, он просто отстой в этом. Я действительно отстой. Я не собираюсь лгать, но это было потому, что я не понимал этого. И я думаю, что это игра, которая будет просто. Я даже не понимаю, потому что люди уже говорили раньше, о, как только это сработает для тебя. Как не только в этой игре, как только что-нибудь сработает для тебя. Как только ты узнаешь, в любое время. Игра вызвала много споров о том, должен ли в игре быть легкий режим или нет. Или потому, что есть много людей, которые борются с бутербродами, и я не один из них. Ты часто видишь это в сообществе Soulsborne. Многие люди просто становятся хорошими, понимаешь? Я говорю, да, когда люди так говорят, потому что сложность субъективна для того, кто играет. Эта игра была для меня легкой, особенно после того, как она щелкнула. И я думаю, что все игры Soulsborne легки просто потому, что я в них играл. Я знаю, чего ожидать, но если ты поместишь меня в шутер от первого лица, это. Это обертка. У меня это плохо получается. Для меня это самые трудные игры в мире. Я не знаю, почему. Да, есть маленькие дети, им 9 лет, которые забирают меня с расстояния в милю, из зоны боевых действий или чего-то еще, как будто с ними легко. Это просто субъективно. Так что, как будто я этого не понимаю, и лично мне нравятся более сложные игры. Не потому, что я не пытаюсь сказать, ой, я лучше этого человека или что-то в этом роде. Так что да. Совсем недавно, когда я играл в Кена Бриджит Спиритс, я сильно надавил. Не потому, что меня это волнует, потому что они даже не являются трофеем за это или что-то в этом роде. Я даже не занимаюсь трофеями. Но если я надену это проще, нормально, и как будто я на полпути к игре, и это. Это просто очень просто. Я просто перестану в это играть, так что игра закончена. Мне нужны трудности, чтобы удержать моего артиста, удержать мое внимание. Я это полностью понимаю. Я точно такой же, но совершенно по-другому. Для меня это история, если игровой процесс отстой, или если он слишком прост. Но история потрясающая. Я сыграю в одну игру. Я сыграю в плохую игровую игру, просто чтобы насладиться историей. Я не могу. Но знаешь, что самое замечательное в Сакуре? Что? Игровой процесс очень сложный. Да, игровой процесс отличный. Эта история великолепна. Буквально почти все, что я могу придумать, чтобы сказать «великолепно». И я собираюсь закончить игру прямо здесь. Графика. Это прекрасно. Это одна из самых красивых игр PS4. Я играл в нее на PS5. И я не знаю, есть ли какие-либо обновления или что-то в этом роде. Я не собираюсь притворяться, что знаю технические характеристики. Это выглядело великолепно. Да, музыка. Это потрясающе. Это здорово. Меня не волнует музыка. Я люблю музыку. Эта игра – игровой процесс. Я только что сказал тебе, что это было потрясающе. История. Это не лучшая история, когда-либо написанная. Но это так. Это заставляет тебя хотеть. Я не думаю, что это даже близко. Но это заставляет тебя хотеть продолжать играть в то, что уже является безумно захватывающей игрой. Да, я наслаждался каждым аспектом этого. Как только это щелкнуло, потребовалось некоторое время, чтобы щелкнуть. Я действительно ненавидел это в первом классе. И вот об одной вещи я действительно хочу разглагольствовать. Многие люди говорят, что игра должна, например, ставить все галочки. Я думаю, что идеальная игра должна быть идеальной для своего жанра. Я не думаю, что, скажем, давайте возьмем просто случайную категорию. Как гонки. Да, у тебя могла бы быть величайшая гоночная игра всех времен. И это будет не самое удивительное. Каждому человеку это понравится. Потому что это гоночная игра. Да, для меня это то же самое. Эта игра не для всех. Верно. Однако, я думаю, что это нормально. Я не думаю, что тебе нужно создавать игру, которая предназначена для всех. И в данном случае это идеальная игра для того, что она есть. Я думаю, что это пятерка. Это. Я ставлю этому пятерку с плюсом. Я думаю, что это идеальная игра. Однако, как бы то ни было, я собираюсь поставить ему S. О, ты это сделал. Я не думал об этом, но ладно, это двойная буква S. Мы даем этому. Это. Это не лучшая игра, в которую я когда-либо играл, но это идеальная игра для своего жанра. Я думаю, что если ты фанат Souls, или фанат жесткого экшена, или чего-то еще, то делай, что хочешь. Боевик, приключение. Называй, как хочешь, эту область для меня. Если это твой тип игры, то это идеальный тип игры для тебя. Да. Теперь, если ты не фанат этого, тебе не понравится эта игра. Но если тебе не нравится вызов, пожалуйста, не играй в эту игру. Теперь я согласен со всем, что ты только что сказал. Я имею в виду, да, ты был неправ. Да, эта игра потрясающая. Я говорю тебе это уже три года, но ты ничего не упомянул о боссах. В этой игре одни из лучших боссов в любой игре, в которую я когда-либо играл, даже для рожденных душ. Я имею в виду, что души не всегда славились своими боссами, но эти. Эти боссы потому, что они были жесткими. И когда ты наконец победил его, а потом получил сто раз, ты просто почувствовал, что становишься таким возбужденным, просто думая об этом. Да, и я думаю о некоторых из тех, кем я был бы. Да, это тоже забавные бои с боссами. Это не просто сложно, это весело. И история, и немного истории, и графика. Да, ролики потрясающие. И ты знаешь, о ком я говорю. Да, ты не остановишься. Ты заставил меня посмотреть это на YouTube, и я играл в игру. И ты заставил меня посмотреть это на YouTube. Я его выброшу. Если это сделает тебя счастливым, я брошу эту игру поверх этого. Он просто прыгает, как гангстер. Просто закругляйся, Рэнди. В любом случае, если тебе нравится то, что мы здесь делаем, не забудь поставить лайк, прокомментировать и подписаться. Меня зовут Рэнди, это Зак, и мы все еще любительский обзор. Мы увидимся с вами в следующем видео, ребята. Ох.